Приветствую вас на телеканале «Инпакт». Спасибо, что вы остаетесь с нами на влиянии. Юра Аскеров. Юра, приветствую. Добрый вечер. Спасибо. Будь благословен. Будьте благословенны, дорогие друзья. Будьте благословенны и пусть Бог благословит тебя и меня сегодня. Спасибо. Мы всегда будем, ну, в частности, сегодня, не всегда. Да, мы часто с тобой говорим на еврейскую тему, потому что ты, так сказать, преподаватель иудаизма. Так тебя некоторые называют. Некоторые. Я тебя тоже так именую. Юра, о происходящем сегодня в Газе, это, так сказать, на первых полосах или полосах сегодня мировых всех. Мировых мидиаресурсов, всех практически, это происходящее в Газе, происходящее в Израиле. Даже в некой мере Украина отошла на задний план. Как бы это нам с тобой не горько было слышать и принимать, но все-таки тема Израиля – это тема номер один. Да, это тема номер один. И для нас сегодня смотреть, слышать то, что происходит в Израиле, оно и важно, и нужно. Почему? Израиль – это сбываются библейские пророчества. Это очень важно. Почему? Потому что, если бы у нас не было Библии, если бы у нас не было этих предсказаний, если бы Бог не говорил бы через своих пророков, говорил через века, ну, можно было развести руками и сказать, ну, какие-то, ну, сошлись события и все. Но здесь мы видим реально то, что было написано в Библии. Ну, я имею в виду, это Тора, Пятикнижья и Моисея. Дальше, Танах – это остальные книги, их 39 в Ветхом Завете. Ну, отнимем пять, это получатся остальные 34 книги. И мы видим, что Бог говорил именно об этой теме. Мы знаем происхождение филистимлян, то есть палестинцев. Но сегодня это совсем другие палестинцы. Это не те, которые были во времена Израиля, который был до нашей эры. Это совсем другие народы. Почему? Потому что те палестинцы – это были критяне, выходцы Крита, которые пришли и завоевали около моря территорию. Они поклонялись Дагону. Дагон – это был человек-рыба или, как сегодня называют, тритон. Другими словами, это что-то смешанное, но довольно интересное. И мы видим, что когда началась мусульманская экспансия, это VI-VII век уже нашей эры, то есть VII-VIII век нашей эры, эти критяне пропали. То есть это были потомки Хама, то есть Ханаан или Хамиты. Сегодня их нету. Сегодня на этом месте другие народы – это семиты. То есть тех, которых когда-то Англия… В 14-м году. Ну, чуть-чуть, может, да, или после 17-го. Боясь евреев, которые начали усиливаться в земле обетованной, они начали туда населять арабов. И начались, как говорится, большие проблемы, большие, как говорится, испытания для народа Божьего. Мы знаем, что в 1947 году, когда Организация Объединенных Наций провозгласила на этой территории два государства – это Палестина и Израиль. В 1948 году Израиль, вот буквально два дня назад мы праздновали эту дату. Это дата, которая заставила многих людей посмотреть в небо. Почему? Через 2000 лет организовалось Государство Израиль. Это ответ на библейские пророчества. Это был ответ на то, что Бог сказал в Священном Писании. И многие верующие люди подняли свои взоры к небесам. Они увидели, что Библия – это не просто книжечка, которая лежит на полке и преподает пылью. Это Слово Божье. А Слово Божье надо читать, его надо изучать, его надо исследовать, его надо заучивать, им надо благословлять, как говорится, свой дом, своих детей, своих друзей и так дальше. Ну, знаешь, Юра, я смотрю, когда молитву Аарона, священников, произносят над детьми. Не надо. В Библии есть специальная молитва для детей. И Иаков ввел ее, когда он усыновлял двух своих детей, Ефрема и Монасию. Он сказал, да благословить тебя Господь, как Ефрема и Монасию в Израиле. Прекрасно, хорошо. Мы идем дальше. Но буквально 15 мая пять мусульманских стран напали на Израиль, а Транс-Иордания, которая сегодня называется просто Иордания, потому что Транс – это за Иорданом, она завоевала территорию Палестины. То есть не евреи завоевали ее, а завоевали именно иорданцы. И между ними, между палестинцами и иорданцами, долго шла война, кровопролитная война, пока эту территорию не забрали у иорданцев евреи. Хорошо. Мы смотрим, что организация освобождения Палестины вела долгое время борьбу за хотя бы автономию. Хотя бы за автономию. И они получили автономию, и Арафат радовался. Главный террорист. Да, но главный террорист, но завулированный террорист. Никто его на терроре не словил, но даже когда была убита олимпийская команда в Мюнхене, Арафат как бы остался ни при чем. Но многие говорили, что это было с тайного согласия его. Ну и плюс к этому, это в тему. Когда он умер, обнаружилось, что в Парижском банке, в одном из банков, хранится его 8 миллионов долларов. И одна из его вдов, оставшихся, начала между ними тяжба. Кому забрать эти деньги? Оказалось, что он был вор, потому что воровал у своего народа и переводил на счета во Францию. Продолжай, Юра. Хорошо. И мы видим, что территория Палестины теперь, со столицей в Ромале. И многие палестинцы выступали. Нам надо Иерусалим. А им даже каирские дипломаты говорили, то есть египетские ребята, для такой маленькой страны, как у вас, Ромалы вполне хватает. Но мы видим, что происходит дальше. Организация освобождения Палестины не удержала власть. И власть захватил Хамас. Это террористическая организация, которую подпитывал Иран. Хорошо. Когда евреи уходили с газы, когда эту территорию дали... Это в 90-е годы. Да, да, да. Соглашение было. Что сделали палестинцы? Это была благословенная территория. Евреи ее облагородили. Были предприятия, были фермы. Поселения, там многие поселения. Хорошие поселения были. Они все это разбили. Все железо повытаскивали. Все железо пошло на ракеты. На ракеты, которые они направляли на Израиль. И вот теперь получилась интересная вещь. Я просто, возможно, забегаю немножко вперед. Но когда палестинские ракеты полетели на... То есть Израиль, весь мир молчал. Слепые котята. Они молчали. Они видели то, что евреям режут головы. Детям отрезают головы. Они молчали. Я просто, знаешь, Юрий, я хотел назвать эту программу «Слепая Европа». «Слепой мир». Почему? И знаешь, наша программа сегодня называется «Холокост свертается». Или «Возвращается». Хорошо. Что произошло? Палестинцы при помощи Ирана, при помощи русских, московская криптовалютная биржа, она финансировала это все. Они напали на Израиль. Что оставалось делать евреям? Защищаться. Защищаться. И вот мы смотрим. Теперь нам нужно обратить внимание на то, как создалось государство Израиль. Почему оно создалось? Потому что евреям негде места. Их везде гнали. Их везде убивали. С ними везде обращались нехорошо. Хотя у них были финансы, было все. И вот когда в 1948 году государство провозгласили, а между прочим до этого, Трансиордания просила, не делайте это, идите под наш протекторат. То есть под нашу защиту. То есть как бы соединяйтесь с нами. Евреи отказались. Евреи отказались. Они хотели, чтобы у них было свое государство. Где правили евреи? Где на это государство работали евреи? И мы видим, сегодня это шедевр. Сегодня это шедевр во всем. И когда-то я говорил, что приехал представитель Италии, итальянский, ну как бы самый высший мусульманин. Он посмотрел на это все и он сказал, палестинцы говорят, что это наша территория, это не ваша территория. Это территория евреев. Ему сказали, дорогой, ты представить такой высокий чин среди мусульман, о чем ты говоришь? Он говорит, смотрите, когда христиане завоевали эту землю, земля закрылась для них. Когда мусульмане завоевали ее, земля закрылась для них. Но когда вы пришли, то есть он говорит за евреев, земля открылась и расцвела. И сегодня люди, которые были в Израиле, они говорят, что это цветущий сад. Не они говорят, это мы говорим. Хорошо. Но вы были, я-то не был еще. Я тебя ловил на слове, Юра, неоднократно, что мы должны с тобой в ближайшее время посетить Израиль. Продолжай. Хорошо, Юр. И мы смотрим, что страна расцвела. И много палестинцев, мусульман, палестинцы, друзы, которые живут в Израиле, не в секторе газа. Им очень хорошо. Им очень хорошо. Почему? Потому что они граждане Израиля, они пользуются всеми благами этой страны. Извините, сделать из пустыни цветущий сад, сделать там, где не было ничего, высокую промышленность и сделать так, что Израиль находится на одном из самых верхних мест. На Ближнем Востоке. И не только на Ближнем Востоке, но и в мире. По технологиям. Да. Все возможно, да. Айти-специалистов там очень много. Они резко шагнули в область технологий современных. Ну, правильно. Потому что люди приехали для того, чтобы поднять свою страну. Свою. Свою. Это не чужая страна. Это ихняя страна. Это евреи. Там возрожденный, между прочим, возрожденный из пепла язык, который мы называем иврит. Почему? Потому что иврит был примерно утерян в 600, 600, если я не ошибаюсь, в 539 году. Почему? Евреи уже выходили из Вавилона 538-39 до нашей эры. Уже у них был язык арамейский и вообще не все был арамейский. Это сиро-халдейский еще так называемый. Арамейский или сиро-халдейский. Но иврит, это был только закон, то есть язык богослужений. Язык богослужений. И один человек, который приехал в Израиль, его называли вроде первой из людей, но я не помню сейчас как по-еврейски, он поставил условие, что на девушку, которая должна жениться, выйти за него замуж, она должна говорить на иврите. Дальше служанка, которая будет в их доме, она должна говорить на иврите. И он был сторонник того, чтобы иврит возродился. И получалось, что после войны, после войны Второй мировой, стал вопрос, каким языком должен говорить Израиль. И идыш, это смесь немецкого и иврита, отпадал сразу. И на первое место стал иврит. И вот сегодня это государство, у которого возобновленный язык. То есть, как феникс, мы знаем, что это птица, которая, ну это миф. Ну да. Птица, которая приносила себе в жертву, сгорала и потом как бы восстанавливалась снова. Вот это произошло с ивритом. Он восстановился. И сегодня это благословенный язык, это язык священного писания. Но тяжелый язык. Юра, нет. Нет. Юра, если я, ну мне уже года немножко, мне, например, английский дается с трудом. Но иврит я изучал сам. Иврит я изучал сам. Моя жена смотрела, слушала меня. Она в кухне была, а я все бэкал, мэкал. Ну потому что там бэрэшит, сначала бэ, то есть в. И все. Ну потом она, ну она меня не ругала за это, но потом, когда она услышала, за благословение Израиля, она сказала, Юра, я тебя благословляю. Хорошо, язык легкий. Но давайте мы перейдем снова к палестинскую тему. И сегодня, сегодня что получается? Те деньги, которые мир жертвовал для палестинцев, именно военное формирование Хамаза, они взяли, и на эти деньги они начали рыть туннели, доставлять оружие с Ирана и других мест. Львиную долю, а если быть точным, 300 миллионов долларов ежегодно давала Америка, своих денег, 300 миллионов. Так мы смотрим дальше. На эти деньги покупалось вооружение, на эти деньги делались спусковые установки, на эти деньги делались мастерские по производству ракет. Простые ракеты, которые спокойно долетали до Израиля. Все было. И когда начался этот день, очень много ракет полетело в сторону Израиля. Дальше пошли вооруженные формирования, резали головы детям. Это ж надо быть каким, ну я не знаю, негодяем, чтобы маленькому ребенку живым отрезать голову. И вот этот слепой мир, он молчал. Он молчал. Но когда евреи начали защищаться, знаете, мне это напоминает царскую Россию 1881 года, когда после смерти Александра Второго, которого, между прочим, убили народовольцы, среди них была девочка-еврейка. Они, то есть Россия начала делать погромы, еврейские погромы. Стояла армия, стояли полицайи, и на глазах их убивали евреев. И ни один не заступился. Ни один. И мы видим, сегодня мир делает то же самое. Они обвиняют Израиль. И знаешь, в организации ООН, еврейская делегация сделала то, что, наверное, для ООН будет позором на многие годы. Взяли Шрейдер, сделали это, устава. Нет. Маленький представитель. Юра, они взяли еврейские звезды, которые во время гета немцы заставляли одевать евреев, и они сказали, это мы одеваем в знак протеста против этого всего, когда вы не осудите то, что сделали палестинцы. Ну, это одно второе, то, что произошло на прошлой неделе, если ты следишь за последними новостями. Это более 180 государств проголосовало за то, чтобы дать место для Палестины, дать в ООН. Место... Юр, до этого мы дойдем. Ну, вот сейчас мы дойдем. Ну, мы же идем последовательно, спокойно, тихо. Дорогие друзья, извините меня за эмоции, но я эмоциональный человек. Хорошо. И мы смотрим дальше. И теперь, теперь, даже самые лучшие друзья, которые были с Израилем, они отвернулись от него. И самый главный друг, который выручал еврею постоянно, это была Америка. Хотя Израиль возник не благодаря Америке. Ну, ты сейчас скажешь Сталин. Да, именно Сталин. Но это другая тема. И это говорят сами евреи. Мы не будем кредиты отдавать этому тирану. Я просто говорю, что после чего Израиль переметнулся на сторону Америки. И получается так, это писала Голдомейер, я читал лично, это писал Бен-Гурион. Но после чего Израиль пошел больше к Америке? 20-й съезд КПСС, где осуждалась культ личности Сталина. Это было закрытое совещание только для соцстран. Но евреям удалось достать это все. И тогда Бен-Гурион сказал, если они так поступили своим лидером, тогда нам, извините, с этой страной не по пути. И вот получается, долгое время Америка защищала Израиль, Германия защищала Израиль, потому что Германия чувствовала себя виноватой в Холокосте. И мы знаем, что 6 миллионов евреев погибло, то есть благодаря этой войне. Но сегодня и Америка, и Германия, они осудили Израиль. Они осудили Израиль. И Америка, Америка уже около полгода тянет идею про возглашение государства Палестина с центром в Восточном Иерусалиме. То есть забрать столицу у евреев и разделить ее. И мы будем говорить за Иерусалим отдельно сегодня, потому что это тема, которая приведет к огромному кровопролитию. Почему? Так говорит Слово Божье. Потому что люди будут говорить, отдайте нам Иерусалим. Но давайте мы вернемся к ООН. И Америка внесла предложение, провозгласить как бы заочно государство Израиль столицей в Восточном Иерусалиме. И как ты говоришь, многие государства это все поддержали. Другими словами, что получается? Что получается? Получаются интересные. Бей слабого. Бей слабого. Другими словами, добивай его. И мы знаем то, что евреи создали это государство. Потому что им некуда было деваться. Им некуда было деваться. И их убивали. Извините, если в территории Российской империи после 1881 года были страшные погромы. Юра, я в тему. Что меня смущает со стороны еврейского, израильского правительства во главе с Натаняху, то, что они по отношению к Украине имеют, в частности, он, лично он, они имеют, вот это не мои слова, это факты последних двух лет. Неоднократно Зеленский обращался к Израилю. То, что Зеленский делает, так сказать, ну, в свою защиту, в защиту Украины, помогите нам тем, или там, технологией. Вы имеете этот щит праща Давида, по-моему, она называется, да, который защищает от снарядов. Помогите нам сделать это для Украины. То, что меня смущает в лице Натаняху, он категорически, категорически, он отказывал и отказывает в любой помощи. Знаешь, что они сделали? Они прислали, по-моему, грузовик гуманитарной помощи на Украину. А украинцы говорят, слушай, нам снаряды нужны. Я понимаю, Юра. Поэтому, смотри, вот это меня смущает. Наряду с тем, о чем мы говорим, вот что, через что проходит. Они же сами стали жертвами. И, понимая, что такая же жертва это Украина, со стороны россиян, но они закрылись полностью. Хорошо, Юра, я это попробую объяснить. Натаньягу и Путин это друзья. Ну так вот именно. Это раз. Это меня смущает. Это раз. Во-вторых, Россия с Ираном друзья. И вмешательство Израиля в дела этой войны, оно могло снова же поднять конфронтацию еще больше со стороны России. Со стороны Ирана. Потому что Россия, она помогала. Она помогала. И она бы помогла бы тогда Ирану еще больше. Просто знаешь, это тоже и боязнь, и все остальное. Я могу понять Иран. То есть, я могу понять Израиль. Но если сегодня весь мир, когда полетели иранские ракеты на Израиль, весь мир встал за Израиль. И эти все ракеты, они упали там за пределами Израиля. не весь мир, там Англия, ракетоносцы, ихняя потом Америка и Франция. Три страны, да. Они самые мощные. Ну, самые мощные, да. Но, когда Зеленский просил же, эти страны помогите. Они только говорили, да, да. Да, они только говорильню включали. Но, ты знаешь, на второй день этой войны моя жена открыла в интернете пророчество грузинской монахини. Грузинская монахини. 92-й год. И она описала все эти события. И она описала, что будет дальше. Знаешь, мы переживали, потому что это наша страна, это наши друзья. Но после этого мы успокоились. Почему? Потому что было ясное видение того, что будет. Минтин, знаешь, когда я с одним из своих оппонентов говорил на то, мы говорим с тобой, относительно подхода на тонях к Украине и к Путину. Знаешь, он мне сослал на, говорит, в Библии говорит, Украины нет, но много есть относительно Израиля. Поэтому это я не к тому, что я согласен или не согласен с ним. Я ему тоже то же самое говорил, что и тебе говорю, Украина это жертва. Израиль это жертва. Но, говорит, почему-то Бог скрыл относительно Украины. Хорошо, Юра, если мы посмотрим, ну, давай, если уже этот человек так говорит, давай мы копнем историю. Относительно Украины? Да, хотя бы относительно Украины. До начала нашего века Черного моря не было. Черного моря не было. Было озеро прессоводное. Но что получилось? Когда войска вертались на зимние квартиры, возвращались, на старые квартиры это были враги Рима. И что-то получилось. С этого озера поднялся сероводород и он взорвался. Взрыв был такой мощности, что он сделал трещину в земной коре. И вода Средиземного моря, она начала попадать в это озеро. и стал принцип выровненных сосудов. И вот у нас Черное море. Где Азовское море сегодня, там были только две реки. Но снова поднялось Черное море стало и эти две реки организовали Азовское море. Это история. Украины еще не было. И извините, славян тогда еще тоже не было. Потому что эта территория ближе к Черному морю, то есть дальше от Черного моря, она еще была там мерзлота. Это говорят историки, это не я говорю. Возвращаясь теперь к Израилю. Возвращаемся. Хорошо. Возвращаемся к Израилю. А Израиль был. Израиль был. И Израиль это библейская территория. И Израиль это Божий народ. И Израиль это благословение Божье. Знаешь, я вчера слушал проповедь одного человека. Не буду называть кто. Если он сказал в начале было слово. Слово было у Бога и слово было Бог. Евреи это знали, но никакого результата оно не дало. А я сижу думаю Господи а мы вот тут вот сидящие в этом молитвенном доме. Это ж мы результат этого. Потому что евреи принеси нам это слово. То значит это слово возымело и для евреев действия и для нас. Но Писание говорит временно Израиль в стороне почему для того чтобы полное число язычников получило спасение. И вот как бы мы теперь подходим до завершения вот этой одной из наших частей Газа. Писание говорит Газа будет уничтожена. Дальше Газа все народы которые были там они покинут эту землю. это говорит Писание и вы знаете это очень хорошо говорит Сафоний 2 глава 4 стих. Вы знаете друзья это очень важно почему потому что той землей который Бог дал для палестинцев они воспользовались неправильно. Почему все больницы школы и даже здание ООН они стали как говорится базой боевиков другими словами живых людей они поставили живым щитом для того чтобы туда не говорится попадали чтобы в них не попадали бомбы от евреев другими словами дальше они уничтожили всю инфраструктуру которую оставили евреи они могли жить бы хорошо но им жить хорошо не надо им надо воевать я еще помню когда-то выступление арафата слышал журналистка спрашивает его а на что вы опираетесь ну он начал там говорить что у нас есть и шахиды шахиды это самоубийцы ну если одни говорят что это святые люди но большинство мусульманских богослов говорят это смертники которые пойдут в ад потому что они кончили жизнь самоубийством юра ну там две ветви есть я понимаю шииты сюниты там шиитская то есть сюнитская сторона совершенно верно да а сюниты против если если ребенок рождается если сын рождается в палестинской семье это это уже говорит о том матери что она должна готовить его с младенческого практически возраста для того чтобы он стал шахидом шахидом совершенно верно и это это не мои слова не твои слова это это факты которые знают практически весь мир знает и и второе юра что когда израиль начал зачищать территорию от боевиков территорию газа это я лично слушал по новостям генерала израильской армии он сказал следующее для себе на американского говорит что мы находим 80 процентов домов всех палестинцев в каждом доме в каждой квартире мы находим оружие в каждом доме казалось бы палестинцы ну для автоматы снаряды всевозможные потом патроны к этим автоматам калашникова и он задает вопрос говорит ну зачем это вот зачем это почему они складируют складируют оружие в своих домах в частных домах в частных квартирах и отвечает на этот вопрос для того чтобы готовиться для того чтобы в удобный момент приятный для них момент уничтожить израиль ну это не новая тема ну да дело в том что когда меня благословили чтобы я открывал еврейскую общину на Волынске я читал очень много литературы и христианской и еврейской и уже тогда 70-е 80-е 90-е годы арабские страны говорили наша цель уничтожить Израиль сбросить их в океан и вымазать землю еврейской крови в море не в океан в море в средиземное ну в средиземное море то есть это была их была их цель убийство Израиля не считая того что 6 миллионов евреев погибло другими словами для них люди из дома войны а исламский мир разделен то есть мир разделен у них на две части дом войны это все не мусульманские страны которые надо или убить или обратить в ислам и дом мира то есть все мусульманские страны и вот в доме мира появляется страна из дома войны если бы евреи были мусульманами никакой проблемы не было никакой абсолютно но это иудеи это иудеи и это проблема для этих стран и поэтому поэтому мы можем сейчас перейти к другой теме которая очень важна и которая снова же будет иссякать из этого антисемитизм как говорится ведет к холокосту мы знаем прекрасно эту тему и понятие холокоста я думаю что многие люди понимают и знают что это такое мы знаем то что постоянно были гонения на евреев постоянно было то чтобы провозглашалась цель уничтожения евреев делались определенные суды по отношению евреев то есть ложные давайте вспомним буквально Франция конец 19 века дело Дрейфуса то есть капитана если не ошибаюсь капитана вроде французской армии обвинили в том что он работает на генштаб в Германии над ним сломали саблю то есть это значит что он лишен всех гражданских прав с него сняли погоны то есть он стал человек изгой пока не нашелся один умный исследователь который раскрутил это дело и доказал невиновность Дрейфуса его восстановили восстановили в звании восстановили во всех гражданских делах Россия дело Бейлиса довольно интересная тема почему потому что много я слышал лично много раз что евреи готовят мацу на человеческой крови то есть на крови еврейских христианских младенцев и вы знаете вот это было дело Бейлиса человека обвинили именно в этом пока не нашелся умный исследователь что он сделал он говорит смотрите мы сейчас увидим с вами пригласите пожалуйста с улицы любую еврейскую женщину пригласили он говорит пожалуйста вот яйца приготовь нам яичницу она говорит мне нужен стакан прозрачный для чего увидите и она каждое яичко разбивала в этот стакан и смотрела а что вы смотрите нет ли там крови то есть капельки крови если это есть все яйцо для еврея это не кошер понимаете другими словами и Бейлиса оправдали постоянно и шли наветы постоянно и шли как говорится ну вот такие негативные вещи и получается когда началась гражданская война у нас это с 17 там по 21 год кто стал козлом отпущения евреи то есть уничтожались целые как говорится ну погромы погромы делали да и мы знаем что хоть многие украинцы будут против этого хоть я сам с Украины но когда один еврей нашел петлюру в Париже он его убил человека должны были приговорить к смертной казни потому что Франция избавляла от смертной казни только если это было сделано из-за любви ну и еще чего-то я не помню но когда в суд начали приходить женщины у которых были отрезаны груди у которых на телах творилось страшное французский суд освободил его то есть его не наказали его не казнили то же самое произошло с одним армянином который убил турка который участвовал в резне армян то же самое французы его не судили и вот мы смотрим друзья что получается дальше я уже сказал что люди начали уезжать в Эрц Израиль в Эрц Израиль то есть в землю Израиля и это было хорошо и это было благословенно и мы знаем друзья то что сегодня на этом дело не кончилось сегодня антисемитизм он продолжается вот например Иран проводил конкурсы по критике холокоста дети рисовали карикатуры на то как убивали евреев ну это надо ну извините с ума сойти люди добрые что это делается вы что истории не знаете знаешь мне часто когда я думаю на эту тему вспоминается песня Муслима Магомаева люди мира на минуту станьте слышите слышите звучит со всех сторон это раздается в Бухенвальде колокольный звон я знаю мы с тобой жили на территории где у нас три или четыре памятника этого стоит Владимир Волынск Житомирщина не я говорю за Волынь именно Владимир Волынск Павловка и еще где-то это туда дальше кровно людей убивали людей уничтожали и люди собирались для того чтобы ну как бы обрести спокойную жизнь ну каждый хочет лечь спать и проснуться нормально каждый хочет утром погладить своего ребенка каждый хочет как говорится утром как говорится посмотреть на небеса и прославить Бога а не трястись каждый день а вдруг сегодня бомба залетит к тебе а вдруг завтра террорист с исламским этим самым придет и отрежет твою ребенку в голову люди хотели мира и вы знаете ну получается все наоборот антисемитизм он был есть и он остается и мы знаем что как раз вот это то что произошло сейчас в Израиле это как раз идет продолжение той грязной политики политики антисемитизма люди выступают против Израиля и хочется сказать дорогие а что вам Израиль сделал плохого ну скажите пожалуйста что они вам сделали плохого или они из вас кого-то убили или охрабили или наоборот Юра ну здесь мы должны чуть глубже копнуть если мы копнем глубже мы же понимаем духовное противостояние со стороны сил зла со стороны дьявола и и всех всех его приспешников всей его команды которые прекрасно понимают еще с первых дней первого зарождения того что мы называем Израиль сегодня что это Божий народ Бог об этом много говорил в Писании и дьявол уже знает что написано в Писании и поэтому здесь здесь кроме всего того о чем мы с тобой говорим о чем ты говоришь в знак вопроса ставишь почему такой антагонизм по отношению к Израилю мы же с тобой как люди духовные знающие Писание понимаем что за всем стоит этот который я его называю в черной шляпе это это первоисточ это первый сток всех проблем ну понятно потом идет все остальное вот поэтому объективности ради я должен это сказать что мы не то что мы с тобой в недоумении почему же все такие так почему же так такое противостояние идет к Божьему народу мы же понимаем что дьявол стоит за всем этим поэтому продолжаем Юра я понимаю я это немножко хотел сказать попозже но когда уже тема тронута мы будем говорить за нее мы смотрим есть Тора как сегодня нам стараются ее преподнести что это ненужное старое забытое извините это все ложь почему потому что Тора имеет два значения первое это учение это учение Божье второе закон который ходит в это учение Божье и мы знаем даже христианская среда 135 года хотела уничтожить это в 120 году нашей эры Маркион сказал гностик один из руководителей гностиков гностическая церковь он сказал что ветхий завет не надо это старое это умершее все скажите мне это я задам вам два-три вопроса и вы мне не ответите вопрос задается в том что вся Библия все 66 книг это слово Божье все писание Богодухов полезно и сказано это было тогда когда еще нового завета вообще ни одной книги не было кроме Ивангрия Матвея хорошо и мы смотрим теперь что получается в нас сегодня в каждой церкви есть свой папа дальше в каждой церкви его закон это закон превыше Библии мы знаем это друзья но давайте мы пойдем дальше теперь возьмем исламский мир Коран пишет Аллах дал Тору Мусе то есть Моисею Инжил Иисусу и Коран Мухаммеду то есть они признают эти три книги но когда ты начинаешь говорить что-то с Библии они говорят слушай люди спали а шайтан ночью пришел и украл эти стихи и дал свои а я задаю вопрос что же вы шайтановые дети это в шайтановых стихах ищите подтверждение Мухаммеду и они ищут что придет я не помню точно место это Иоанна другой утешитель но там продолжение дух истины а не Мухаммед ну да и вот теперь Коран Коран это довольно интересная книга я говорю это как человек который его читал довольно интересная книга ее надо прочитать для того чтобы ее понять но что это за но и почему я нокаю вы знаете вот эти мулы или их священники да имамы они его не знают они его только поют но извините слово Божье надо толковать если они понимают что Коран это слово Божье мы знаем вот я слушаю Михаила Фейца Михаил Михаил ну евреи у него свой сайт и он рассказывает когда евреи пришли в Медину потому что в 620 году их изгнали из да в 620 не евреи а арабы ну да арабы изгнали Мухаммеда с Мекки и они пришли в Медину и три племени которые были там одно из самых главных Бану Надер они их приняли они их приняли и они заключили договор с евреями это уже да да ну мусульмане с евреями да да они заключили договор в основе которого было взаимопонимание взаиморазумение если закон нарушает мусульманин его будут судить по Корану если нарушает иудей будет по Торе то есть закон закрепленный заветом но евреи предали Мухаммеда и между ними была война и Мухаммед победил и практически тогда стал вопрос что поступать с этими людьми и тогда вызвали одного знаменитого еврейского мудреца и он сказал так дети до взросления остаются живыми всех мужиков под меч но говорит Мухаммед пожалел казнили только четыре человека то есть в Синайском монастыре это уже православном монастыре на горе Синай есть рукопись Мухаммеда с его отпечатком по которой он говорит что мусульмане должны уважать христиан и если надо защищать их от врагов это есть все но где же действия а действия то нету почему потому что приходят учителя вот после Мухаммеда пришло четыре праведных халифа Абубакр Осман Амар и Али они тоже что-то писали а после них пришли уже халифы ну практически Амар это тот который из-под его пера вышел Коран практически ну Юра Мухаммед не писал я понимаю но под диктовку Мухаммеда что-то писалось возможно но факт того что этого Амара ну над чтением Корана и зарубали но факт не в том факт в том что чем дальше поколение от первого источника тем больше Коран терял свою ценность то есть тем больше он становился консервативной книгой тем больше люди упираясь на него убивали людей это тоже интересно и это тоже важно ну Юра позволь мне возразить что когда получал свои так называемые откровения в пещере этот Мухаммед который был галлюцинатиком и я понимаю эпилептиком и ты же помнишь что он он же знал ветхий завет он прекрасно он и новый знал ну да но особенно ветхий завет и вот и вот на основании этих эмоциональных всплесков которые в голове у него были как результат болезни эпилепсии я говорю за Мухаммеда я очень аккуратно говорю понимаю что может оскорблю поклонников ислама но тем не менее это история Юра меня об этом в библейской школе учили то о чем я говорю и даже в Москве меня об этом учили в семинарии поэтому смотри и он на основании того что он знал где-то слышал где-то им какие-то звуки доносились он винегрет сделал старого со старого завета взял Марию приплел эту Марию то есть с нового завета он прошу прощения взял Марию приплел это к совершенно другим то есть там получился целый винегрет поэтому поэтому я к тому что я хочу возразить в плане чего в смысле чего что немало ли ты то есть немного ты стараешься убедить чтобы кто-то из нас так сказать начал исследовать Коран Юра я убеждаю почему ну например когда я читал я находил очень много противоречий святки Юра ну ты любознательный Юра не в том дело если ты богослов если ты учишь церкви если ты говоришь за ислам так узнай что это такое ну сто процентов да сто процентов узнай что это такое я ехал однажды в поезде с мусульманами и зашел разговор и я начал говорить исламскую историю я начал говорить Коран у них открылись рты разъинулись Юра ты меня извини когда я с верующими начинаю говорить о новом завете у многих тоже открываются рты а почему потому что знаешь один пришел церковь штаны протер ничего не услышал и ничего не понял но с селфоном просидел ага ага Юра я вспоминаю времена когда мы были молодыми да мы это все пожирали конечно Юра о чем ты говоришь конечно ну хорошо Юр давай мы пойдем дальше сколько у нас время еще 10 минут 10 минут ну давай мы за антисемитизм оставим потому что мы прекрасно понимаем и знаем что это такое и немножко поговорим за Иерусалим вот это очень важно и это то из-за чего будет в мире огромнейшая бояня говорю как есть и говорю тем словом потому что там возможно погибнет больше людей чем сегодня на Украине на фронте Украина-Россия почему потому что так говорит Писание люди скажут отдайте нам Иерусалим и мы уже много раз говорили о том что будет три блока которые будут воевать за Иерусалим и сейчас мы видим что Иерусалим в наулу забирают у евреев и главенствует это та страна за которую мы с тобой говорили лет 5-6 назад помнишь Бог спрашивает Иерем что ты видишь котел поддуваемый из севера и тогда они сказали что это будет страна ну Вавилон но кто сегодня владеет Вавилоном Америка и вот Америка теперь начинает бойню против евреев смотри то сначала Обама потом Трамп немножко выровнял положение а теперь два то есть одно правление Байдена и сколько сделано против Израиля но важно то видно что этим дедушкой манипулируют некие силы которые стоят может он видно что им так сказать руководит и видно та группа в американском правительстве антисемиты которые и толкают его на то что он говорит против Израиля хорошо Юр и мы видим то что сегодня мы уже это немножко говорили что Америка возглавляет как бы движение за то чтобы признать Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме знаешь Юра когда-то я прочитал интересную статью но статья касалась не из-за этого а касалась за то что сегодня добиваются свобод для ЛГБТ и автор сказал вы увидите только они получат права они сразу закатают истерику чтобы признать это на государственном уровне и учить людей этому и сегодня мы видим я смотрел один из роликов когда американский пастырь читал учителям то что для детей и те говорят ну прекратите прекратите зачем это вы мне говорите прекратите вы этому учите моих детей как я могу прекратить вы этому учите моих детей и вот то же самое дали Палестине маленький кусочек что положили пальчик в рот и теперь Палестина этот пальчик и старается укусить и самое главное они нашли помощь мирового сообщества и мировое сообщество теперь начинает говорится на стороне Палестины что произойдет дальше Франция очень много евреев это было Алжир это была их колония начнутся погромы Франции начнется по всей Европе почему потому что они очень много мусульман взяли себе и сегодня вот мои родственники живут в Германии говорит что они бесчинствуют совершенно верно они бесчинствуют в Англии то же самое но говорит хорошо когда девочка познакомилась с украинцами или с русским они быстро успокаивают ихний пыл но мы говорим за Израиль мы говорим за Израиль и мы говорим о том что Израиль вот так хотят уничтожить хорошо давайте мы припустим дадут им территорию и дадут им часть восточного Иерусалима они закомандуют отдайте нам Иерусалим смотри когда была одна из воин Мошеда Ян когда освободили Иерусалим ну я не знаю что двигало его головой что он отдал храмовую гору под управление мусульманом она практически уже в его руках было да они же захватили да они захватили там надавила общественность мировая и он уступил хорошо но так как у нас времени остается мало писание говорит о том что в последнее время в последнее время будет война против Иерусалима не против Израиля Израиль им не нужен им нужен Иерусалим но я с другой стороны иногда размышляю господи ну камни вековые камни кому они нужны нет они понимают что Иерусалим это место силы они понимают что это место где Бог работал и и когда ноги его станут на Ильонской горе это же если ты был на Ильонской горе Юр я ж не был сори это как раз вид прекрасно открывающийся на Иерусалим потрясающая панорама так что Юр сколько у нас ну осталось 4 минуты так что для наших друзей я бы просто предложил бы одно очень интересное действие молитесь за Иерусалим молитесь потому что вы знаете что будет что-то страшное Юра даже я в подтверждение твоих слов то что происходит в экономическом сообществе в Америке студенческое сообщество то что они делают сегодня в университетах это ужас если те из нас которые интересуются восстал и стар и млад восстал против Иерусалим против Израиля бастуют сильно забастовки сильнейшие противостояния сильнейшие они они идут с полицейскими с теми которые силовые структуры идут на ужасное преступление то есть перекрывают я в Сеаттл ехал буквально не так давно и что ты думаешь в аэропорт ехал в Сеаттловске перекрыта пятерка не проедешь не пройдешь и толпами идут бросают свои машины стюардессы и пилоты и пешком милями идут с этими сумками потому что не дают проехать а им же надо рейс я понимаю это ужас что происходит сегодня тогда я могу сказать нашим друзьям вы знаете нам в этой стране хорошо пока пока но так как страна выбирает сатанинский путь сатанинский путь а что это это ЛГБТ это сатанизм это вокально-инструментальные группы которые поют сатанинские песни и плюс теперь к нему присоединяется антисемитизм в Захарии в одном месте написано Бог посмотрел то есть послал своих ангелов они прочли посмотрели страны живут мирно а Бог сказал а Израиль нет и Бог как говорится ну предпринимает какие-то меры против этих стран а мы прекрасно понимаем я не знаю я не пророк но 28 год для меня знамение для меня знамение 80 лет государству Израиль а мы уже говорили с вами 10 лет с 18 по 28 поколение да что-то будет страшно поколение это поколение с дня организации государства Израиль дорогие друзья давайте молиться приход Машеаха близко а если не это значит какое-то действие которое будет сильно как говорится ну показано и в этой стране и в многих странах почему так говорит Божье слово и Писание говорит вот мне недавно один человек сказал Артюра когда церковь молится за Израиль в церкви все хорошо все благословено все прекрасно но когда церковь восстает против Израиля в церкви начинается проблема друзья для нас для нас особого труда не составит сказать Господь благослови Израиль защити Израиль просите мира Иерусалим да благоденствует любящий его это то о чем ты говоришь когда мы просим мира Иерусалима да благоденствует любящий его то есть мы благоденствуем Бог благословляет через Аминь И вы знаете друзья чтобы не было этого возврата холокоста давайте друзья мы просто не допустим это нашими молитвами будьте благословенны молитесь просите Всевышнего и вы получите ответ на свои молитвы вы получите их в своих семьях вы получите их в своих церквях и получите это в своей жизни будьте благословенны ну и в подтверждение или в заключении подтверждение нашей темы все-таки тема Украины она тоже нисходит так сказать из мировых полос последнее время после того особенно как они получили оружие ну так сказать получили пока не получили там получили не получили тоже молитесь об Украине также и молитесь также об Америке пусть благоденствуют и процветают праведники и умоляются нечестивые во имя Иисуса Христа Юра спасибо как и всегда интересная тема будь благословен будь благословен следующая тема какая у нас будет ну подумаем подумаем есть у меня одна тема а ну-ка мне позвонил один друг Юра я не чувствую Бога так говорит да и вот эта тема меня задела Юра я не чувствую Бога что за чувствование это да дело в том что мы не можем чувствовать Бога мы можем как говорится человек который познал его он теперь его видит везде ну да так мы продолжим Юра Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok